Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами продолжаем лекции, которые посвящены цивилизациям. Сегодня мы поговорим с вами о истории раннеславянской цивилизации и вообще откуда пошла земля русская. Как известно, в истории древнего мира, практически во всех учебниках современной истории, славянству отведена очень второстепенная роль. Но это и понятно. Практически всем мы воспитывались на истории древнего мира, в которой мы изучали с вами историю Греции, историю древнего Рима, историю Египта, историю Ближнего Востока, шумерской цивилизации. Немного менее мы изучали историю древнего Востока и практически мы с вами не касались в учебниках и в процессе обучения темы истории раннеславянских цивилизаций. Хотя, как известно, славянская цивилизация зародилась достаточно давно, но она не была отражена в образовательном курсе по одной простой причине, что источников, которые могли бы указать на славянство в его ранней стадии в учебной литературе и вообще в научной литературе, достаточно ограничено. Ну, в связи с тем, что славянству уделялось очень мало внимания, это и понятно, почему это происходило так. Потому что практически, если бросить ретроспективный взгляд на современное состояние славянства в мире, то возникает такой вопрос. Сейчас произошло отделение Косово от Сербии. Там поселились этнические албанцы в конце войны, в 1945 году их Титов туда поселил. Причем совершенно небольшое количество, около 2000 человек. Так получилось, что албанцы рождаются, там у них по 5-6 детей рождалось. В конечном итоге албанское население стало преобладать в Косово над Сербским, над Славянским. И произошло вытеснение сербов из общественной жизни. Ну, а, соответственно, раз произошло вытеснение сербов из общественной жизни, то, соответственно, их стали выдавливать и по всем фронтам. Точно так же и произошло как бы со славянами. Да, это был очень достаточно многочисленный народ, но при всем при том, не обладавший определенным единством. И так постепенно как бы славянство вытеснялось. И в итоге оно оказалось как бы на краю Экумена, да, то есть это вот того древнего мира, в который мы все хорошо знаем. Это Греция, Рим, Ближний Восток. Ну, вот, и как бы о славянстве как таковом постарались забыть. Как западноучен, так и, в общем-то, ученые Российской Академии Императорской, которая, в общем-то, должна была бы заниматься по своей основе, по своей статусу. Именно истории славянства, истории русской цивилизации. Но этого не произошло. Изучали все, что угодно. Изучали Древнюю Грецию, изучали Древний Рим. А вот о себе, о своих корнях практически не было никаких, как бы, сведений. Почему? Да потому что источников практически не было. Ну, а те летописи, которые писали, там, Нестра летописицы, или там, Ипатьевская летописи, или другие какие-то летописи, да, вот, то об древней истории были совершенно какие-то скудные мнения и, соответственно, знания. Вот. Несмотря на это, славянский мир, он достаточно разнообразен. Почему? Да потому что, как такого одного центра, откуда стал развиваться славянский мир, практически нет. Вот. Вот если мы с вами обратимся на карту расселения древних народов, да, то мы увидим, что большинство областей Европы закрашены в такой фиолетовый цвет. Это практически место, где расселялись кельты, да. Вот. Но только на севере, вот, современной Италии, таким, как бы, голубым цветом выделено области, в которой, ну, находилось, как бы, такое, вот, раннеславянское какое-то племя образование, этруски, да. Вот. Хотя, само название этрусков, как отражают, вот, историки, которые занимались этрусками, гетерусские, вот, и они, вот эти вот гетерусские, пришли, как известно, из района Передней Азии, из района Трои, вот. Вот. И в соответствии, вот, с тем, в соответствии с тем, вот, как бы, их путем, которым они мигрировали из Передней Азии, из района Трои, да, они прошли практически через все те земли, которые в конечном итоге, вот, в современном, как бы, время стали славянскими. Самое интересное, что вот эти вот гетерусские, да, этруски, Венеты, потому что они, область их расселения была Венетия, да, то есть, современная область Венеции итальянская, она, ведь туда Венеты пришли, или этруски, да, не сразу, они пришли туда постепенно, они двигались сначала по Дунаю, вверх по течению, причем, удивительная вещь, кажется, разгромленные войска, ну, практически, люди бегут от нашествия греков, да, то есть, от их преследования. Ну, проходя через земли, которые населяли, которые населяли именно племена, которые жили по Дунаю, они практически не встречали никакого там военного сопротивления, хотя, как нам известно, практически в старые времена перейти из одного места в другое, это было достаточно большое путешествие, сопряженное со всякими опасностями и с трудностями. Во-первых, люди вступали в чужую землю, соответственно, вступая в чужую землю, они, как бы, несли на себе отпечаток пришельцев, и, соответственно, к ним относились очень враждебно. Но тут происходят совершенно удивительные вещи. Вот эти вот гетерусские, инеты, как они себя называли, винетами, да, то есть, они проходили по землям придунайским совершенно спокойно, не встречая ни сопротивления, ни вражды. И это понятно, почему? Потому что это были практически, близкие им по крови, по языку народа. То есть, и путешествия вот по Дунаю, они постепенно колонизировали вот альпийские долины и спустились, перевалив через Альпы, в район Адриатики и Средиземноморья. Вот. Поселившись там, Венеты, или Труски, как они еще сами себя называли, они основали удивительные вещи. Города, которые, даже если перевести их, ну, как бы, трансформировать название на современный русский язык, то они получили название Вольск. Это говорит о том, что это, как бы, вольный город, да, то есть... И произошла следующая вещь. Колонизация вот этой вот провинции Венетия, потом Лангобарди, а Лангобарди это с итальянского переводится как длиннобородые, да, Лангобарда это длиннобородые. То есть, произошла такая вещь, то есть, славянам изначально, как они были, не брились и носили борды, были длиннобородые. Еще Геродот, когда описывал скифов и описывал хетов исторических, да, то есть, уже к моменту Геродота хетов, как таковых, не было, но вот по воспоминаниям, по высказываниям, они тоже были длиннобородые, носили бороды, вот. И он говорит о том, что у них язык отличался достаточно существенно от персидского языка. Хотя, вот, практически большинство ученых-исследователей говорит о том, что скифы, это все-таки был персидский народ, то есть, ираноязычный, да, вот, и основной, как бы, его язык был персидский. Но при всем при том, вот, если мы с вами обратимся к карте, которая говорит о том, что вот это и Черноморье, и одновременно, вот, область современных Балкан, да, то тут как раз удивительная происходит, как бы, метаморфоза. Вот Дакия, да, изначально это область, вот, ну, практически современной Болгарии и Южной Румынии. Но удивительная вещь происходит, то есть, вот это вот, по современным исследованиям, как бы, родина, откуда стали развиваться славянские племена. Но, как мы видим, что Дакия, это достаточно такая локализованная область, и в ней, как бы, такой мощный импульс, который дал развитию славянской цивилизации, не может происходить, потому что это достаточно гористая область, где, прежде всего, ограничены, ну, скажем так, питательные ресурсы, и в горах, как известно, не проживает большое количество населения. И вдруг из Дакии, как бы, вот, из этой вот области, ну, из которой, как бы, по оценкам ученых стало развиваться славянство, да, то это достаточно, как мне кажется, ну, не совсем та область, из которой, как бы, вышли такие многочисленные в конечном племена славян. Прежде всего, мне кажется, что так узко локализовывать славян ранней цивилизации, ранней славянской цивилизации, достаточно сложно. Почему? Потому что, если мы обратимся к историческим фактам, то в записках о Гальской войне, например, Юлий Цезарь, а вот римский мир, он достаточно уже разнообразен был, да, то есть и большие границы, то вот он писал о том, что практически все побережье и Средиземноморье, начиная вот от Пенинского полуострова и через Испанию, там, современную Португалию, да, то есть и Север Франции, там, и Британии, был по побережью, жили уже Венеты, которые распространились настолько широко и достаточно глубоко, вглубь, как бы, континента, то он говорит о том, что практически все побережье и Средиземного моря, и океана, как он указывал, было заселено именно Венетами, причем они подчинили себе практически все местное население, они, как бы, были главенствующие в окружении вот тех вот кельтских образований, которые находились в глубине Испании, Франции, исторической Галии, вот, и практически их, как бы, орел обитания был намного шире, вот, вплоть до Венецкого моря. А Венецкое море, как вы прекрасно понимаете, это, прежде всего, Балтийское море, и это говорит о том, что практически вот Венеты, те, которые являются, как бы, родоначальниками славянства, да, они были расселены уже намного шире, просто мы их, славян, локализуем достаточно очень ограниченно, и вот эта вот узкая локализация славянства, она не есть достаточно правильно. Почему? Да потому что, когда произошло развитие, скажем, и кельтов, и германцев, и потом, после вот этого вот такого исторического развития этих народов, произошла, как бы, смена цивилизации. Почему? Потому что постоянно, как нам известно из курса истории, из степей пришли сначала гунны, потом произошла смена, когда гунны, как бы, прошлись по Европе и опустошили ее, пошли готы, а готы это, в общем-то, одно из племен, тоже ираноязычное, вот, оно, причем, локализация готов, это, опять-таки, та же самая область северной Даки и степи при Черноморье, то получается очень такая интересная вещь, то есть, как бы, вот этот вот субстрат народов, которые входили в состав Рим, Римской империи, да, вот, они, Древнего Рима, они, прежде всего, были народами, как бы, крайними. Почему? Потому что гражданство они не имели по отношению к римлянам, а вот, что самое интересное, это русские, они имели статус римских граждан. Римские граждане, это особый тип римских жителей, прежде всего, они имели определенные льготы. Как в общественной жизни, так и в жизни всей Римской империи. Почему? Потому что каждый свободный гражданин Рима, он, прежде всего, должен был нести, помимо каких-то военных повинностей, еще и определенные социальные повинности. И вот эти вот социальные повинности, которые были у римских граждан, они, им предписывалось посещать общественные мероприятия, и, как бы, находиться в общественной жизни Древнего Рима. Ну вот, один из таких интересных примеров. Когда Юлий Цезарь провел успешно Первую Гальскую войну, то он устроил триумф. И вот в этот свой триумфальный поход и проход под триумфальной аркой, он, прежде всего, приурочил к тому, что он показал историю своего рода. Как известно, Юлий Цезарь происходил из царского этрусского рода. А этруски, да, это, в общем-то, Венеты, они, прежде всего, были основными жителями и не только Апенин, и вот северо-современной, как бы, Италии, они были еще и одним из тех субстратов, которые были одни из основателей Рима. Почему? Потому что, вот все мы прекрасно знаем, что была такая, и она до сих пор существует, легенда о том, что Рим основали два брата, Ромул и Рем, вот, причем выкормила их волчица. И вот эта легенда, она, кстати, имеет под собой очень интересную, как бы, ну, такую метафизическую основу. Почему? Потому что одним из тотемных знаков этрусков был тотем Волка, вот, и один из городов, который они обосновали, когда пришли, вот, помимо Вольска, который мы сегодня с вами слышали название, да, то есть у них еще был город Волк, то есть, вот, реально, как бы, такое название Волк. И вот этот вот город Волк, он располагался непосредственно, вот, в Этрурии, да, то есть, а Этрурия, это как раз, как бы, есть историческая область этрусков, вот, и, а непосредственно в Этрурии-то и был сначала район Лацио, да, то есть, вот это вот, откуда пошло слово лакиняне, и Рим-то как раз и возник на именно Этрурских землях. И вот Юлий Цезарь, когда устроил вот этот вот триумфальный проход, то он, как бы, театрализовал историю своего рода, и, то есть, вот, он вывел на вот такое показательное шествие, на триумф, как бы, ну, театрализованных своих предков, да, то есть, в числе которых шел он, то есть, он показал преемственность, что он не просто там из какого-то там, ну, этруского рода, но о том, что он прямой наследник практически троянских царей, то есть, и тем самым он показывал, что его древность своего происхождения, древность своего рода, вот, причем удивительная вещь, вот, парадоксы-то какие существуют, что все мы знаем, что в русском языке сейчас есть такое слово оболтус, да, а его истина, это значение, вот, откуда происходит, что вот на все вот эти вот триумфы римские граждане обязаны были ходить, но так как это было, скажем так, для многих в тягость, да и не хотелось это, то практически, практически, чтобы привлечь особенно большие массы народа, то за приход вот на все эти мероприятия платили. Одна из самых мелких монет в Римской империи был один обол, вот, и люди, которые приходили на эти мероприятия, они получили название оболтусы, то есть, люди, которые приходят за деньги, за обол на все вот эти вот мероприятия, вот, и практически вот такое вот, как бы, времяпрепровождение римских граждан, оно было, ну, подчинено определенной идее, прежде всего, что, как бы, вот на этих общественных мероприятиях закладывались определенные, ну, установки по гражданскому управлению общества, и плюс ко всему, когда люди в таком скоплении находились, то есть, этих людей было легче контролировать. Почему? Потому что вот эта вот этническая неоднородность даже вот самих римских провинций, она приводила к тому, что практически, как мы знаем из курса истории, возникали определенные загороды. Ведь, скажем так, что, когда Юлий Цезарь решил вернуться из Галии обратно в Рим, то произошла такая вещь, что Сенат ему запретил возвращаться в пределы римского государства. И вот Юлий Цезарь, как мы знаем по легенде, сказал следующую вещь. Когда есть такая речка Рубикон, ну, вот как мне кажется, эта река, она достаточно условная. Вот сейчас она удивительная вещь, она вот на современной географической карте Италии отсутствует. Скорее всего, мне кажется, что это как бы такая определенная мистическая граница, которая отделяла римский мир от всего остального. И вот так как мы знаем о том, что Юлий Цезарь, он был все-таки потомком этрусских царей, то он, как бы, аэтрус, это вот такое какое-то вот, ну, я не хочу сказать, что это славянское племя, да, это какое-то протославянское, то есть еще, потому что славяне, мне кажется, сложились достаточно более позже, чем кельты и другие народы такие исторические, то вот, скорее всего, вот это вот чисто так как бы метафизически он сказал, что нам необходимо вот перейти границу, то есть разрубить кон, то есть вот это не сама река Рубикон, а это, скорее всего, кон, это вот как у Александра Македонского, это разрубить Гордиев узел, да, то есть перейти Рубикон, то есть перейти границу дозволенного чего-то, то есть а римский сенат, это была полнота всей власти, как нам известно, то есть именно Юлий Цезарь перешел вот эту вот незримую границу, то есть он разрубил как бы закон римский, по этому закону Юлию Цезарю полагалась смертная казнь. Ну вот Юлий Цезарь-то как раз с помощью его легионеров и тех родственников, и трусков, которые, ну, окружали Рим, и это действительно так, то есть практически большая часть непосредственно областей, вот весь север Италии, это был практически вот область, ну, которую на 95% к тому моменту составляли именно этнические труски. И вот Юлий Цезарь же ведь прекрасно понимал и знал о том, что как бы защита местного населения ему обеспечена, поэтому он решился изменить, в общем-то, приказ вот этого сената, и триумфально вошел в Рим. Вот. Когда он получил как бы следующий приказ уже формально от сената, почему? Потому что первое время Юлий Цезарь как бы считался с мнением римских граждан, с сомнением патрициев итальянских, да, то есть и ему как бы опять был дан карбланш на продолжение Гальской войны, ну, вот, он уже укрепив свои легионы, которые состояли практически, опять-таки, из близких ему этрусков, он пошел на дальнейшее завоевание Галии. Но, что самое удивительное, практически вот, продвигаясь по Гальской земле, вот особенно по югу, который граничил с областями, где жили этруски, местные все племена, они достаточно охотно соглашались как бы подчиниться Риму и стать, получали такой титул, как «Друзей Рима», да. Вот. Сопротивления как такового не было. Только тогда, когда Юлий Цезарь углубился достаточно глубоко на территорию Галии, то есть в современной, как бы, Франции, то только приближаясь к современной бельгийской границе, он стал встречать достаточно большое сопротивление. И вот тут-то как раз, и, как мне кажется, происходит следующее вот эти вот столкновения. По одной простой причине, что сначала Юлий Цезарь продвигался среди тех народов, которые были по крови близки Петрускам, да, то есть, соответственно... А вот более северные, когда, народы, они... Это тоже, как бы, кельтские народы, да, но они уже были, как бы, менее близки в кровном отношении, и они вступали в сражение непосредственно с легионами Юлий Цезаря. И вот эта вот, как бы, незримая такая вот граница, которая отделяла вот раннеславянские народы от более близким их тоже по крови, в общем-то, кельтов, она именно лежит, как бы, вот в той плоскости, которая сейчас вот является франко-бельгийской границей. Почему? Потому что бельги, они практически вот такие чистые кельты, они вот являлись именно теми представителями кельтского народа, который отвергал, как бы, совершенно точно вот римский устрой жизни, римские порядки, и вот не воспринимал Рим как что-то близкое себе по духу, и, соответственно, как в культурном отношении ту цивилизацию, которая дает для белгов что-то такое значимое и важное. Почему? Да потому что, вот удивительная вещь, и это отмечают многие историки того времени, Белгия жили достаточно замкнуто, и в то же время у них был развит, ну, скажем так, промышленное и сельскохозяйственное производство. Это были самодостаточные народы. Плюс ко всему, они, несмотря на то, что, в общем-то, Европа была в тот период практически вся покрыта лесами, вот, но Белги были прекрасными производителями вот металлургических каких-то изделий, то есть это они выплавляли металл, который же, кстати, и поставляли даже Риму. Они были на дороге такой, как бы, исторической торговли янтарем, то есть вот венеты по рекам, прежде всего, по Рейну, вот, по Сене и другим, в римские провинции поставляли янтарь, а взамен закупали в Римской империи. И вот Белги, находясь вот на таком, как бы, в срединном положении, они, прежде всего, из вот такой вот торговли получали определенную выгоду. Вот. И это были достаточно богатые провинции, которые потом были включены в состав Римской империи, да. И вот, причем Белги постоянно вели с римлянами освободительную войну. Но на помощь им постоянно приходили удивительным образом венеты, которые жили по побережью Венецкого, то бишь Балтийского моря, и венеты, которые жили по побережью современной, ну, французской Нормандии и Британии, и Британии, ну, Британии как островного государства. Вот. А получается-то ведь интересная вещь, что, с одной стороны, венеты, которые жили по побережью, там, Средиземного моря, по побережью Адриатики, были на стороне римлян. Вот. А венеты, которые жили со стороны Атлантического океана, там, Бискайского залива и Северного Балтийского моря, они, наоборот, были противниками Римской империи. И вот, что самое интересное. Они практически, вот, это известные записки о Гальской войне, они вели определенный такой, как бы, строй жизни, который, ну, характерен для славян, ну, Киевской Руси, там, или Новгородской Руси. Вот. Прежде всего, когда подходили римские легионы, то венеты, прежде всего, загружали на свои корабли женщин, детей, стариков, скот, домашний утварь. Вот. И все мужское население выходило на защиту города. Причем, как удивительная вещь, они в основном селились или в дельтах рек, или на каких-то вот полуостровных территориях, которые постоянно, ну, как бы, были отделены от суши приливами. И только вот, когда происходил отлив, то только тогда, как бы, можно было проехать по суше. И вот Юлий Цезарь говорит о том, что вот этих жителей Венетов практически невозможно было с суши завоевать. Только при поддержке флота можно было произвести завоевание Венетов. И вот, когда, допустим, подходил там римский флот, то к этому моменту уже венеты, женщин, детей, там, стариков и весь свой скот отправляли на кораблях. Вот. И если невозможность была защищать город, то они его просто-напросто поджигали и на своих достаточно крупных, но в то же время плоскодонных судах спокойно уходили от преследования римских тяжелых военных кораблей. А римские тяжелые военные корабли, они были, во-первых, келевые, то есть им надо было больше глубина, и они не могли подходить непосредственно вот по мелководью к городу. А жить венеты, они совершенно спокойно. На плоскодонных таких больших судах они по мелям проходили и уходили. Причем у них корабли были достаточно очень уникальные. Они могли ходить как по рекам, так и по морям и океанам. Почему? Потому что несмотря на то, что они были плоскодонные, но это были очень хорошо устроены из проектированной корабли. Во-первых, по океану они ходили под парусом, а по рекам венеты передвигали с помощью вот веревок, когда команда корабля впрягалась в лямки, как бурлаки на Волге у нас, и передвигали корабли по рекам. Таким образом, в общем-то, практически вот интересная вещь происходит, что традиция вот такого вот плавания, она вообще-то свойственна только славянам. И вот такие вот совершенно незримые в общем-то вещи, практически отсутствующие в каких-то летописных источниках, а чисто по-бытовому они говорят о том, что венеты это достаточно тот народ, который был предвестником от более поздних славян. Почему? Потому что все мы прекрасно знаем такие современные государства, как Финляндия, Эстония, вот, и удивительная вещь. Вот в их языке обозначение славян и в том числе русских до сих пор говорится о том, что это венеты. Вот. Плюс ко всему немцы в своих хрониках там восьмого, девятого века, первые хроники, которые у них тоже стали появляться к этому моменту. Тем более уже в хрониках 14-15 веков земли, которые расположены в восточнее Одера, они называют как Венецкие. Вот. И соответственно вот эти области исторические, они были всегда заселены вот Венетами. И вот это вот как бы исторически вот так вот происходит, что как мне кажется, именно Венеты являются тем народом, который ведь не мог просто так вот исчезнуть с карты Европы. Почему? Потому что география его расселения была достаточно очень широка и разнообразна. Просто в процессе исторического такого размежевания именно произошло то, что скажем так, из исторических Венетов именно образовались славяне, которые как бы разделились в конечном итоге на нации. Характерно то, что мы как бы в настоящее время начинаем понимать и узнавать о том, что все-таки у Венетов была своя письменность. И вот алфавит представленный Венетами, он как бы имеет и сейчас все больше и больше находится исторических вот таких вот артефактов, которые подтверждают о том, что Венетская письменность существовала и что она как бы имеет вот есть такой исследователь рунических надписей как Чудинов он сейчас является одним из таких современнейших дошифровщиков и он достаточно очень большое количество надписей дошифровал. И прежде всего практически это еще показал Егор Классен и в своей работе о ранних славянах дохристианского периода о том, что достаточно большое количество надписей имеется на венецком языке. И в принципе он сказал, что дошифруется он только с помощью современных славянских языков. А если использовать итальянский греческий немецкий французский языки то практически дошифровки эти надписи не поддаются. То есть практически раннеславянская цивилизация она имела под собой достаточно широкий орел обитания. Начиная от пределов Передней Азии то есть Причерноморских степей и Балкан ну как я говорил Северной Италии и побережье практически всего Атлантического океана и Балтийского моря. Соответственно в связи с тем что были постоянные переселения народов то соответственно вот этот вот состав населения постоянно менялся но удивительная вещь ведь язык это один из самых практически один из самых консервативных элементов и его смена как раз и говорит о том что практически славяне жили в Европе всегда и тем самым это был один из тех народов который является коренным народом Европы к сожалению время нашей передачи подошло к концу благодарю вас за внимание до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...